Здравствуйте, уважаемые соотечники! Я начинаю свой прямой эфир и прошу меня подтвердить, что хорошо слышно. Я вообще на вопросы отвечаю, буду отвечать позже, но здесь раз вопрос мне задают, собираюсь ли регистрировать свою кандидатуру на грядущий выбор в Казахстане, я хотел бы на этот вопрос ответить сразу, именно с него. Но я вижу, что этот человек, который задал вопрос, видимо, в первый раз, или вообще не слушает наши эфиры, не читает наши посты и все прочее. Поэтому, воспользуйся ситуацией, я хочу эту тему еще раз развить. Я в течение месяца непрерывно пишу о том, кто будет иметь право участвовать на выборах президента в Казахстане. Первое. Этот человек должен не менее пяти лет проработать на государственной службе. Вы можете зайти в интернет и посмотреть, что я на государственной службе работал в должности министра полтора года. И поэтому уже я не попадаю под возможность участвовать в выборах. Первое. Второе. Новые поправки законодательства, которые сделал Назарбаев, говорят о том, что кандидат в президенты может выдвигаться только действующими политическими партиями Казахстана. Все партии Казахстана, они находятся под контролем Нурсултана Назарбаева. Они все так или иначе имеют разные названия, но при этом реально это одна партийная организация, называемая Нуратан, а все остальные партии подставные. Поэтому вы понимаете, что ни одна партия не может меня выдвинуть в роли кандидата в президенты. Третье. Якобы человек должен жить не менее 15 лет непрерывно в Казахстане. Это Назарбаев специально внес такие поправки. Я уже 10 лет живу за пределами Казахстана. Третье. Кандидат не должен иметь судимость. Меня заочно судили на пожизненное в прошлом году, позапрошлом году на 20 лет. Поэтому ваш вопрос говорит о том, что вы не анализируете мои выступления, не анализируете посты. Ну и самый главный вопрос во мне. Вы не знаете, кто может участвовать на президентских выборах. Еще раз. На президентских выборах может участвовать человек, который проработал на государственной службе не менее 5 лет. Первое. Второе. Кандидат в президенты может быть, если его выдвинут в кандидаты 7 политических... Один из 7 политических партий. Они все под контролем на султана Назарбаева. Это две ключевые поправки, которые введены в наши законы в июне 17-го года. Так вот, у нас в стране госслужащих чуть более 100 тысяч человек. Это сама власть так заявляет. Даже среди них мало тех людей, кто 5 лет проработал непрерывно в госслужбе. И не все являются членами партии Нуратана или действующих партий. Как вы понимаете, что в лучшем случае наберется полмиллиона человек, таких людей, кто проработал 5 лет. Это за все время независимости нашего Казахстана, так скажем. Не найдете вы даже 500 тысяч человек, который проработал бы на госслужбе 5 лет. И плюс, чтобы он еще обязательно был членом этих партий. Получается, что из приблизительно 12 миллионов человек, которые могут выдвигаться на должность президента, в лучшем случае полмиллиона может выдвигать себя в президенты. То есть, это даже меньше 10% наших граждан лишены избирательного права. Я, как я говорил ранее, даже когда более 100 лет существовали государства, когда женщины не имели избирательного права, мужчины только имели право голосовать. В этом случае минимум 40% населения имели право голоса. А Насултан Назарбаев добился невероятного. Меньше 10% граждан страны имеют право быть избранными на должность президента. Такой дискриминации еще никогда не было за последние 100 лет ни в одном государстве мира. Итак, друзья, я хотел бы обсудить сегодня тему нашего эфира. Это о революции, о событиях в Венесуэле, о протестном настроении в мире, о замыслах. Насултан Назарбаев, как мы написали в посте, о замыслах аккорды и предстоящих выборах президента, объяснить, зачем Нуратану нужен съезд. 27 февраля предполагается проведение съезда Нуратана и проинформировать о готовности избирательных участков ЦИК к новым досрочным выборам президента. Уважаемые друзья, вы, наверное, в курсе в том, что происходит в Венесуэле. Сейчас идут активные акции протеста. Сейчас нынешний спикер парламента объявил себя исполняющей обязанности должности президента, объявив, что нынешний президент Мадуро Венесуэлы является нелегитимным. В мае прошлого года прошли выборы в Венесуэле. Были массовые нарушения. Практически весь цивилизованный мир не признал итоги выборов. Не было инаугурации. И вот, собственно, совсем недавно Мадуро решил провести инаугурацию. Более чем через полгода после того, как прошли выборы. И как в ответ, собственно, получилась реакция, начались массовые акции протеста, митинги с требованием его отставки. Меня часто спрашивают, спрашивают о западной поддержке. Когда и почему, почему нас не поддержит Запад и так далее. И вот, например, в Венесуэле я хотел показать, на самом деле, в каких ситуациях, как реагирует Запад и как он начинает их поддерживать. Обратите внимание, вот когда на улице Венесуэлы и ряда других городов вышли сотни тысяч, суммарно миллионы, Вы посмотрите, какая реакция Запада. Во-первых, в первом США признала президентом нынешнего спикера парламента Венесуэлы. Затем Канада. Затем практически ряд ведущих стран мира присоединились, заявили о том, что признают нынешнего исполняющего обязанности президента, спикера, президентом страны. Это все произошло тогда, когда у оппозиции были реальные механизмы объявления фактически незаконным, нелегитимным нынешнего президента Мадура. И самое главное, только тогда, когда оппозиция сумела бедниться, вывела на улицы страны миллионы людей. Вы же видели видео? Миллионы людей на улицах. Миллионы. Что говорит Назарбаев западным странам? Он говорит следующее. Народ меня любит. Вот посмотрите, вчера вот эта девочка Аим объявила. Вот она ему там руки чуть не целовала. Была счастлива, что вообще он ее там за руки взял. Молодые ребята гордились, что сумели рядом стоять и фотографироваться. Наш известный певец Димаш рядом с ним пел песни. Чемпионка по шахматам тоже была в этом ряду. И там сотни молодежи, все радовались и радовались. Хотя Шалл такие глупости говорил, просто потрясающие глупости, что оказывается любовь и страсть, это потому что у нас животное происхождение и так далее. Что называется? Шалл что не скажет, цирк полный. Но при этом тишина, все хорошо. Выходит в стране там буквально несколько сот человек протестующих и все. И конечно Назарбаев западным странам говорит, меня наш народ любит, меня избирает 99% избирателей, я везде побеждаю, партия Нур-Атан побеждает в парламенте. Что вы хотите, народ меня любит. И конечно же, западу очень сложно реагировать. Да, Казахстан нарушает международные договора, да, в Казахстане пытки. Но кто об этом говорит? Кто? Где массовое недовольство, возмущение, пытками? Где массовое недовольство коррупции? Где люди говорят о своей заработной плате, что она низкая? Где акции протеста? Вот поэтому запад и внимательно наблюдает. Да, он реагирует. Да, он помогает. Да, правозащитные организации реагируют. Есть отчеты типа Амнисти, Интернешнл, делают заявления. Безусловно, идет давление на правительство Казахстана. И очень многие люди освобождены из тюрем. В прошлом году особенно много людей было освобождено, как вы знаете. Поэтому ответ простой. Запад будет помогать нам только тогда, когда мы сами себе поможем. Мы будем реагировать. Мы будем объединяться на те или иные недостатки или произволы, или преступления, которые совершает режим Нурсултана Назарбаева во главе с ним. Именно он является главным тем человеком, который совершает преступления против своего народа. Именно тогда, когда мы сумеем объединиться, именно тогда, когда мы будем выводить людей на улицы десятками и тысяч, именно тогда Запад нас начнет поддерживать. И не даст возможность соседним странам применять какую-то военную силу, оказывать какую-то поддержку разную. Тогда эти страны очень быстро испытают давление Запада. Вот здесь правильно пишут, что спикера, который объявил себя исполняющей обязанности президента, не поддержали только диктаторские страны. Там, где союзниками этих стран являются типа Северная Корея и другие африканские страны. Вы посмотрите, вот последователь, который отстранил Мугабе, Зимбабве президент, прилетел в Россию, прилетел в Казахстан. И он облетел все диктаторские страны. Вообще, принимать такого человека у себя, это просто позор, позор для государства. Вот, и поэтому все такие сомнительные режимы между собой общаются, дружат и поддерживают. Поэтому вы увидели, все те, кто поддержал нынешнего президента Мадуро, все те страны являются фактически диктаторами. Теми странами, которые нарушают закон, где коррупция, где беспредел. Очень простой механизм определения, кто является нормальной страной, а кто кривой типа России и Казахстана. Так вот, если мы говорим о смене режима, если мы говорим о поддержке Запада, о любой другой поддержке, в первую очередь, это возможно только тогда, когда мы сумеем вывести и объединить свой народ на улице. И добьемся мирной смены власти. Пример Армении показывает, когда на улице выходят десятки тысяч человек, а только в Ереване вышло около 150 тысяч человек. Только тогда военные и полицейские переходят на сторону народа, и только тогда происходит мирная смена режима. Здесь мне задают вопрос, сколько же нужно народу, чтобы вышло. Я по этому поводу хотел бы изложить свое мнение. Дело в том, что вот это зависит от страны, насколько режим жесткий. В Венесуэле действительно выходят сотни тысяч, миллионы, и выходило в прошлом году, но тем не менее режим стоял. С чем было это связано? Дело в том, что в Венесуэле еще более-менее идут справедливые выборы. Еще у людей право есть выходить на акции протеста, и тогда вот это народное возмущение фактически регулируется вот на этих акциях, митингах протеста. И для того, чтобы действительно произошла смена режима, нужны совсем огромные силы, чтобы миллионы выходили на улицу. В нашей же стране, в таких системах, как именно наша, Узбекистан, Туркмения, численность должна быть значительно меньше. Нам 3-5% хватит, чтобы полностью добиться смены режима. Почему это происходит? Потому что очевидно, что когда полностью режим закручивает гайки, то на острие протеста выходят именно самые сознательные, самые организованные люди. И четко понимающие, чего они хотят. Их процент не такой большой, не 20% населения, как это было, например, ну в Армении, в частности, там живет около 3 миллионов, вышло несколько сот тысяч человек, почти 10% населения. Но они как-то более-менее могли выходить на митинги. В таких жестких странах, как наша, на острие протеста выйдут именно организованные, собранные люди, именно они просто за собой потащат и полицейских, и всех прочих, и просто займут дворцы Назарбаева и правительство. Просто займут. Они осознанно придут, они не будут просто бастовать на улицах. Когда нас соберется около миллиона человек, как показывает практика, как показывает практика в Украине, в Армении, эти протестующие просто спокойно заходят в органы, управляемые властью, и занимают позиции, и назначают свои временно исполняющие обязанности своих представителей. Вот как происходит там, где режимы жестко контролируют ситуацию, не дают людям поднять голову, высказать свое мнение. Поэтому в нашей стране будет очень просто, когда несколько сот тысяч человек выйдет на улицы по всей стране, наши сторонники просто займут все органы управления, областные акиматы, здания правительства и резиденцию Назарбаева. Просто займут, потому что полицейские и военные просто перейдут на сторону народа. Здесь люди, когда говорят, мама говорит, нам не помогли евродепутаты, ваша мама и многие, в основном, основная часть населения хотят так, чтобы приехал человек откуда-то, позвонил, и все поменялось. Ваша мама и любые другие, многие те, кто сидит дома, они надеются, что прилетит, как я говорю регулярно, мне само уже надоело, говорит, Бэтмен с головой Кенисары Хана, и сразу, значит, все изменится. А люди просто из квартиры своих выйдут, помашут ручками, и все будет счастливо и здорово. Вот чего хотят люди. Чтобы это была помощь действенная, чтобы западные страны среагировали, чтобы не было применения агрессивных действий со стороны соседних государств, нам именно важна поддержка ведущих стран мира, как США и Европы. Это возможно только тогда, когда на улицы выходят сотни тысяч. Не ждут помощи, что вот Европарламент позвонит и Назарбаев убежит, а именно тогда, когда наши люди придут, выйдут на площадь десятками тысяч и просто сами так возьмут власть. Меня опять спрашивает, если на митинге будут кто-то стрелять. Практика мировая показывает, когда выходят десятки тысяч людей на акции протестов, стрелять народ может только самоубийцы. Ну, представьте, вот полицейские решат выстрелить народ. Ну, десять полицейских. Когда там десятки тысяч людей, это может сделать только самоубийца. Потому что десятки тысяч людей просто сметут любую полицию, их там все равно немного, несколько тысяч человек, просто сметут. Во-первых. Во-вторых, они просто будут растерзаны, разъявлены народом. И стрелять народ может только самоубийца. Только самоубийца, потому что он будет затоптан, раздавлен. И, к сожалению, будет растоптан, раздавлен не только тот, кто стрелял народ, но и все те, кто его так или иначе имеет с ним близкие отношения. Это практика. Поэтому на эти действия не сможет решиться полицейский, если на улицы выходят десятки тысяч людей. Поддержка Запада нам нужна. Когда мы сменим режим, нам нужна поддержка в виде инвестиций, в виде новых технологий. То есть нам нужны очень близкие и стремительные контакты, открытие различных кредитных линий. Форм поддержки существует международных очень много. Поэтому, когда произойдет смена режима, если ведущие страны мира понимают, что к власти пришло демократическое правительство, и оно не просто пришло, а поддержано миллионами избирателей, миллионами сторонников, то это легитимное народное правительство будет, безусловно, поддержано и западными правительствами, со всеми вытекающими положительными последствиями для страны. Я здесь хотел бы откомментировать по поводу различных протестов на строении в мире. Люди, например, не понимают, как же так благополучно Франции, тоже какие-то протесты проходят, и где-то еще. Это просто говорит о том, что люди плохо понимают, что на самом деле протесты есть везде. Какое бы ни было успешное государство, в этом государстве всегда есть более богатые, более успешные люди, кто-то менее, и всегда существуют определенные диспропорции, разные разногласия, всегда так устроен человек, так устроено государство. И вообще человек всегда стремится к совершенству, всегда старается все лучше и лучше и лучше, этого предела, этому нет, и это хорошо. Так происходит движение вперед, так идет прогресс, так растут быстрыми темпами, происходят изменения в мире. Поэтому и в Америке, и в ведущих странах Европы всегда существуют споры, протесты, митинги, забастовки, и это очень хорошо. Это на самом деле для правительства механизм, чтобы определить, где есть проблемы. Вот я живу во Франции, здесь постоянно бастуют. То самолеты не летают, то железная дорога блокируется, то метро останавливается, то учителя выходят, то судьи выходят на протесты, то полицейские выходят на митинги. Сейчас, вы знаете, желтые жилеты уже почти месяц буквально оказывают сильнейшее давление на правительство Франции и президента. И это нормально, это очень хорошо. Это приводит к тому, что правительство начинает реагировать на все эти протесты и вносит изменения в законодательство, вносит изменения в свою политику. И, соответственно, страна совершенствуется, улучшается, все эти противоречия начинают сниматься. И акции протеста, они как раз тот способ определения этих проблем. Но на Западе акции протеста идут не как у нас. У нас может быть бурный разгром, война, пулеметы, автоматы, танки и так далее. Почему? Потому что на самом деле в авторитарных странах режимы не дают людям высказаться. Средства массовой информации под их контролем подавлены. Телевидения, газеты под властью, профсоюзы под властью. Людям не оставляют никаких шансов выразить свое недовольство, высказать протест. Они подавляются, сажают людей в тюрьмы, избивают, пытают. В конечном счете, эта озлобленность формируется против власти и выражается такой огромный протест с полным уничтожением противника. Так было в царской России, когда разгромили все, что связано с царской фамилией, его самого расстреляли, богатых уничтожали и была гражданская война. Поэтому, если вы обратите внимание, в демократических странах это акции протеста, забастовки, митинги. Власть сама все это разрешает, это регулируется законом. И никто не может запретить выходить на митинги, никто не может арестовывать людей, если они не нарушают общественный порядок, не разрушают здания, магазины, не проводят какие-то террористические операции. Именно возможность активно выразить свой протест на митингах, на пикетах, в виде забастовка, которая на Западе четко регулируется законом и не может ни президент, ни премьер-министр, ни кто-либо просто так это остановить, это невозможно, нет механизмов. Именно это позволяет западному миру развиваться, чувствовать настроение людей и уменьшать количество конфликтов, которые могут перейти в открытую такую форму столкновения. Обратите внимание, сейчас везде довольно ярко происходят вот именно такие жесткие конфликты. И в основном они эти жесткие конфликты в авторитарных странах, где серьезно происходит конфликт в виде стрельбы, столкновений, баррикад и так далее. Вот Венесуэла, вот посмотрите недавние события, опять же, Зимбабве. Вот приехал президент, а там серьезные столкновения. И много в африканских странах. Все именно такие столкновения с применением силы происходят в основном в диктаторских странах. В демократических странах все происходит более-менее спокойно. Вот здесь мне Дуркен говорит, что люди говорят, он сам должен приехать. А что в Казахстане всем хорошо, они ждут только Мухтара Блязова, только тогда свою жизнь хотят улучшить. Они не хотят за свою жизнь побороться. Мухтар Блязов не бедствует. А почему должен Мухтар Блязов приехать, за всех все решить? Прийти, как баранов за собой тащить? Почему люди вот так вот? Кто в Венесуэле тащит людей? Миллион выходит на улицы. Кто тащил людей или вытаскивает людей на площади во Франции, желтые жилеты? Люди сами выходят. Я здесь хожу по Парижу, вижу. Нет ни лидеров, ни кого-то, что там стоит на бригадах, флагом машется один, и все побежали вокруг него, конститурируются. Эти перемены нужны всему народу, а не одному Мухтару Блязову. Вот я еще раз говорю, народ ждет Бэтмена. Или вот там Аллах спросит у султана Назарбаева, что с него типа возьмешь? Или вот почему он не прилетает? Или нам нужен лидер? Куда лидер? Какой лидер? Что один лидер будет хорошо жить, что ли? Почему народ сам не хочет выходить активно на эти акции протеста? Почему в Азербайджане люди вышли? Почему в Армении сотни тысяч вышли? Что потому что Пашинян, что ли? Так они и раньше выходили там, до Пашиняна. Для того, чтобы лидеры появились в стране, вот такие, много чтобы было лидеров. Нужно, чтобы народ поддерживал, выходил, была масса. И среди этих масс, безусловно, появится лидер. Именно среди этой массы. А если массы нет, масса говорит, мы сидим в квартирах, а ты прилети и измени нашу жизнь. Жизнь ваша никогда не изменится. Сейчас в Азербайджане, вот недавно, тоже очень закрученная страна, именно гайки закручены, никому не дают там и дыхнуть. 20 тысяч человек вышло. 20 тысяч человек вышло, и уже ясно, что в Азербайджане начнутся изменения. Это просто сигнал о том, что невозможно задавить такими репрессивными мерами людей, и это всё как пружина разорвётся и двинется. Но люди уже там вышли. Несмотря на запугивание со стороны властей, вышли. Около 20 тысяч человек только в Баку вышло. Мы можем сказать, что у нас вышло хотя бы 2 тысяч человек, 3 тысяч человек. Невозможно добиться изменений, как в Венесуэле. Невозможно добиться изменений в Армении, пока на улице не выйдут десятки тысяч людей. Я вам скажу, какие последствия для Франции именно положительные происходят, вот именно акции «жёлтых жилетов». Это привело к тому, что нынешний президент сразу принял пакет ряда изменений законодательства, которые привели к ослаблению налогов пресса, отменили те налоги, которые собирались вводить, но протестующие ведь не успокаиваются. Макрон пошёл дальше. Он предложил механизм референдума, механизм постоянного прямого общения с народом. В Швейцарии по любому важному вопросу проводят референдумы, по любому. Президент страны там всего лишь один год. Там семь министров, они каждый год меняются и становятся президентами. Всё решает в основном народ на референдумах и решает партии. Есть четыре основные партии, которые занимают ключевые места в парламенте, и именно они диктуют политическую и экономическую платформу страны. То есть сам народ действует, выходит. Именно поэтому Швейцария – страна с одним из самых высоких доходов на душу населения. Это богатейшая страна Европы. И я сейчас вижу, что в том числе Франция собирается во многом перенять механизм управления Швейцарией, когда народ напрямую участвует в управлении страной. Уже как раньше просто даже существует парламент, и даже быстро реагирующие депутаты – это уже оказывается недостаточно. С появлением и развитием интернета мир так сейчас быстро развивается, поэтому правительство должно быстро реагировать на те или иные события. Именно поэтому должен быть прямой контакт правительства с народом. Вообще я вот здесь схожу по Парижу и вижу, что Казахстан отстал не просто на 100 лет, на 100 лет или 150 лет, минимум на 200 лет отстал от Франции. Минимум на 200 лет. Я вам скажу, что при этом, что эти страны европейские уходят все дальше и дальше, потому что уже сами принципы управления страной резко меняются. Интернет-технологии, современное законодательство, быстрая реакция на эти изменения дает возможность странам быстро развиваться. А мы все еще не можем воду провести, ни горячую, ни холодную, дороги разбитые, люди голодные. И это отставание будет нарастать. Это будет сейчас вот как бегают вдоль берегов Амазонки дикие племена. Вот такое соотношение будет, если мы быстро не изменимся, не сменим политическую систему, не построим передовую страну. Мы будем все больше и больше отставать, нас даже не надо будет завоевывать. Потому что соотношение будет такое, соседние страны будут летать на дронах, на вертолетах, на ракетах, как обычное дело, в космос будет летать, а мы все еще будем на Земле ползать. И единственный способ быстро изменить страну, быстро добиться реформ, это построение политической системы по образцу ведущих стран мира. Но мы даже более того, мы должны стать еще более современными. А как более современным быть? А для этого, кроме того, что вовлекать в нашу страну западные инвестиции, затягивать технологии, образовывать наше население, вообще образование должно стать проблемой номер один, которую мы должны решить. Тотальное, бесплатное всеобщее образование. Государство должно дать нашим людям такую возможность. Лучшее образование, лучшие технологии. И затем правительство должно постоянно быть на прямом контакте с народом, быстро реагировать, и тогда наша страна, как Сингапур, или как Китай, или арабские страны, за 20 лет может сделать просто гигантский прорыв, и тогда сократить свой разрыв, который сейчас только нарастает с ведущими европейскими странами и Соединенным Штатами Америки. Поэтому это единственный способ добиться перемен, построить демократическую страну, именно такую, в управлении которой участвуют напрямую сами граждане. Тогда все эти недостатки, нашу пещерную жизнь, отсутствие горячей воды и все прочее, мы закроем в кратчающие сроки, потому что наша страна обладает гигантским потенциалом, как человеческим, так и природным потенциалом. Интересно, что при существующей политике, все равно существующей нашей политической верхушке, в лице Нусултана Назарбаева, власть не удержать. Мир так быстро развивается, что изменения происходят стремительно. И в любом случае власть ему не удержать. Но вопрос, когда он в конце концов покинет власть, или он, или член его семьи. Если он сумеет продержаться еще 10-15 лет, а он 30 лет уже у власти, то страна еще больше деградирует, еще больше где-то будет внизу болтаться, и это будет затем нам очень сложно восстанавливать. То есть у страны уже будут такие ресурсы, которые в мире не востребованы, потому что сейчас активно развиваются зеленые технологии. Роль нефти не будет так уже важна в мире. Будут важны технологии и все прочее, образованность, грамотность, продвинутые люди. И мы все это за ближайшие 10-15 лет не просто потеряем, мы упадем далеко ниже африканских стран. Поэтому наступит момент, когда неизбежно, неизбежно просто народ придет и сметет этот режим. Но сметет в той ситуации, когда будет так же, как в Северной Корее, где много народа голодает. Или в Туркмении сейчас тоже там люди голодают. Это произойдет тогда, когда уже будет ситуация очень плохая. Поэтому, когда меня спрашивают, что же делать и так далее, задача простая. Мы добьемся смены режима только тогда, когда наберем активных сторонников. Активных, не просто сидящих в интернете или говорящих на кухне, а активных, которые, как в Венесуэле, в состоянии будут выйти на акции протеста. Многие, я знаю, говорили, а пусть назначат час тикс, и тогда мы выйдем. Но я по этому поводу иронизирую. Это знаете, как боксер. Он в углу с грушей дома на кухне тренируется и говорит, вы мне через два года скажите час тикс, я пойду побью самого крутого чемпиона мира. Тренируюсь в углу на кухне. Вы же, когда вам кто-то так скажет, будете смеяться, правильно? Поэтому, когда кто-то говорит, час тикс назначили, мы все выйдем, это просто смешно. Потому что результатов достигает в результате тренировок, обучения, подготовки, набивания шишек. Все эти акции протеста тоже это как процесс, как в спорте. Мы все должны научиться объединяться, пользоваться определенными технологами объединения. Объединить нас должны общие платформы, программы. Мы должны сформировать целые команды в регионах, которые в состоянии выводить за собой людей, бороться с этими полицейскими, четко понимать, для чего все это они делают, понимать, какое будущее хотим построить, иметь тысячи сторонников за спиной. И только тогда, в результате вот такой длительной работы, мы можем добиться смены режима. В один день не бывает чудес. В Армении тоже не получилось так, вышел Пашинян на улицу, десятки тысяч людей пошли. Нет, это более десяти лет армяне бились, выходили на баррикады, погибали люди. То есть это были тренировки. В Казахстане тоже тренировки были. Я с 2001 года в открытой оппозиции тюрмах просидел. И преследовались. И конфискацию бизнеса. Очень много моих сторонников и друзей пострадало. Это целая длинная история. Это не значит, что вот сейчас ДВК организовалось и не было вот трагедии, борьбы все эти годы. Все это было. Единственный способ, чтобы мы добились успеха, чтобы мы действительно обединили людей. Для этого нужна активная агитационная работа. Не только наш чат, а именно действие в вас. Убеждать людей. Вы же сами видите, как вам непросто агитировать даже своих родителей. Вот кто-то пишет, шал тормоз Казахстана. Да, это правда. Он тормоз. Но тормоз наш народ, если активно, откровенно говорить. Потому что, если бы наш народ не тормозил, двигался, то мы бы шала давно бы уже отодвинули. Народ спит, тормозит. Шал вообще никто. Как я говорил, если отойдет полиция в сторону, охранники в сторону, то он до туалета сам не может добежать. Не сможет найти, где это находится. Понимаете? Тормоз сейчас не шал. Тормоз наш сам народ. Я сейчас хотел бы разъяснить, какие планы еще раз оперативны у султана Назарбаева. Ну, во-первых, здесь мне пишут, у нас запрещены митинги, никогда не давали разрешение и так далее. Нельзя ли через ООН санкционировать или получить разрешение на митинг? Опять, Бэтмен вам в руки вместе с головой Кенесары Хана. Опять должны решить проблему ООН, депутаты, Бэтмен прилететь. Еще раз, вы, значит, не поняли. Никто не даст никогда никакие разрешения. Мы эти все разрешения должны взять сами, выводить десятки тысяч людей и все равно выходить. Потому что по международным соглашениям, которые выше, чем любой закон Казахстана, у нас безусловное право выходить на акции протеста, митинги. Это есть и в нашей Конституции. Просто все это они оформили, что якобы нужно получать специальное разрешение в Акиматах. Нет такого международного соглашения. То есть, с точки зрения международного права и соглашения, мы все работаем в правовом поле. И не ждите ООН, депутат и так далее. Это опять тот самый Бэтмен с головой Кенесары Хана в руках. Не ждите этого, не будет. Сейчас замысл Назарбаева заключается в том, что в связи с тем, что ему уже в этом году 79 лет, он хочет встроить во власть Даригу. То есть, назначить Даригу президентом. Он внес по итогам прошлого и позапрошлого года в законодательство ряд поправок. В частности, что он, будучи председателем Совета национальной безопасности, стоит над президентом. Он становится руководителем фактически национального фонда, в котором сконцентрированы основные ресурсы страны, нефтяной фонд так называемый. Он становится главным над всеми национальными компаниями. Вот Самрук Казана не правительство, а он, он как первый президент страны. И фактически он придумал новые законодательные поправки, которые позволяют не быть ему президентом страны, но стоять над всеми. И над правительством, и над президентом, даже если президентом будет его дочь. Все эти изменения просто подтверждают и показывают, что султан Назарбаев сейчас озабочен, чтобы сделать нашу страну фактически конституционной монархией. Он хочет под видом демократии передать власть своей дочери, пока живой контролирует власть, а потом, чтобы после его смерти вся власть оставалась в руках семьи Назарбаевых. Вот чего он хочет сделать. Именно поэтому 27 февраля этого года предстоит съезд партии Нур-Атан. В повестке дня партии Нур-Атан говорится, что они хотят внести изменения, поменять полицовет и какие-то органы управления. Это о чем говорит? Это говорит о том, что сейчас партия Нур-Атан будет заведена на ведущей позиции Дарига Назарбаева. Как я говорил, что именно партии выдвигает кандидата в президенты, самовыдвигающие по нашему новому законодательству, которое внес поправки Нур-Атан Назарбаев, уже невозможно. Обязательно нужен срок работы на госслужбу 5 лет. И поэтому он уже создал все механизмы для того, чтобы провести досрочные выборы и провести во власть Даригу Назарбаеву. И вы должны понимать, что, какой последовательности будет сделано. Ну, во-первых, судя по всему, в феврале месяце, буквально накануне, будет объявлено Назарбаеву о досрочных выборах президента. Как это будет сделано? Это, знаете, стандартные трюки клоунские. Или там народ какой-то выступит, потребует, или в парламенте раздадутся голоса, или еще что-нибудь. Но вот такие вот клоунские балмаскарадные приемы Назарбаев постоянно применяет, чтобы провести досрочные выборы. Поэтому ясно, что в ближайшие буквально месяц-полтора досрочные выборы будут объявлены. Затем в партию Нур-Атан на ведущей позиции зайдет Дарига Назарбаева. И на съезде партии Нур-Атан объявит, что партия Нур-Атан выдвигает на будущие выборы Даригу Назарбаеву. Вот что будет. Что будут досрочные выборы, я уже озвучивал. По закону выборы должны проходить в декабре. Так вот, в апреле 2020 года истекает срок, пятилетний срок Нур-Атану Назарбаева. А по Конституции президент не может быть более пяти лет у власти. Соответственно, выборы должны пройти ранее апреля 2020 года. А с учетом того, что по закону выборы должны будут проходить в декабре, то законные выборы должны пройти в декабре этого года. Вот меня здесь задают вопрос. А если сделать так, чтобы наш шпион ДВК участвовал в выборах? Вот вы найдите такого шпиона, чтобы нас весь чат знал, что он шпион. Вот весь чат, там нас несколько десятков тысяч знал, что шпион. Первое. Второе. Чтобы об этом не знал Назарбаев. Потом, чтобы этот человек пять лет проработал на госслужбе. Потом, чтобы его партии Назарбаева были готовы на съезде за него проголосовать, чтобы он стал кандидатом в президент и выдвинул от имени партии. Все партии на сутан Назарбаева. То есть вы говорите так. А у нас есть такой шпион, которого любит Назарбаев и готов выдвинуть на должность президента. У Назарбаева единственный кандидат Дарига. Так вы кого хотите выдвинуть? Еще кого-то члена семьи, чтобы он стал нашим шпионом предварительно? То есть вы какие-то абсурдные вещи просто говорите. Удивительно. Одним словом, вы посмотрите, сейчас везде, уже в областных газетах формируют и пишут списки членов избирательных комиссий, членов избирательных участков в каждом районе, в области. И эти люди уже собраны, назначены. И, как вы понимаете, это подготовительная операция, мобилизация делается с единственной целью, чтобы в ближайшее время объявить досрочные выборы президента. В декабре они, безусловно, не будут. Ясно, что именно будут в ближайшее время, и, судя по всему, это будет весной. В ближайший месяц, максимум два, досрочные выборы будут объявлены Назарбаевым. И в промежутке начнется еще рекламная кампания, еще до выборов. Вы увидите, как Назарбаев будет выдвигать Даригу, как она будет себя хвалить. Хвалить, появятся какие-то еще женщины, чтобы создать возможность, что, оказывается, в нашем обществе есть женщины, тоже способные претендовать на должность президента. Вы их скоро увидите. Меня, конечно, задает вопрос, а что делать нам? Как нам, сторонникам ДВК, на это реагировать? Ну, очевидно, что у нас кандидата нет, выборы будут фальшивые, и ориентироваться, что якобы мы выдвинем своего кандидата, на это не нужно. Вопрос в другом. Что нам нужно делать, чтобы использовать ситуацию с досрочными выборами? Ну, во-первых, мы все знаем, что если Назарбаев будет двигать на должность президента своих родственников, в частности, Даригу Назарбаеву, или даже кого-то из ближайшего окружения, нормальных людей у него нет, такая вот эта мебель есть, пустышка, которая просто молчит и говорит только слова верности Назарбаеву, или еще кто-то, типа Карима Масимова. Любого человека, которого выдвинет эта власть, вызовет массовые протесты. Народ заточен на самого Назарбаева, готов буквально его на мелкие кусочки распилить, и он, когда начнет предлагать любую свою кандидатуру, в частности, свою дочь Даригу, вы понимаете, будет взрыв негодования в нашей стране. Поэтому наша задача, наша задача использовать эти протестные настроения, объединить людей, как можно быстрее создавать ячейки по всей стране, как можно больше набирать протестную массу, набирать сторонников, и когда наступит действительно ситуация, когда нас будет много, а это можем проверить только выходами на акции протеста, сегодня 100, завтра 500, послезавтра 1000, а потом десятки тысяч, только так мы можем понять, сколько нас, активных людей, готовых добиваться перемен. Не получится, что вот мы час икс назовем, и там появится 100 тысяч человек, этого не будет. Пока мы не пройдем вот эту ситуацию с тренировками, мы не сможем вывести на улице десятки тысяч человек. И Венесуэла, и многие другие страны, Украина в частности, Грузия, в Армении, всегда использовали ситуацию с выборами. Потому что, как правило, диктаторские режимы на выборы занимаются фальсификацией, не допускают выбором реальных кандидатов, начинают преследовать реальных оппонентов. То есть ситуация реальности, когда начинается процесс выборов, накаляется. И это будет и у нас в Казахстане, потому что сейчас градус недовольства огромный. Недовольство режимом просто набирает сильнейшие обороты. И важно нам только объединить этот протест, отодвинуть в сторону разногласия, отодвинуть споры об языке бессмысленные. Казахи, не казахи, мы должны стать единой нацией, у которых главная цель – добиться смены режима на султана Назарбаева. В Венесуэле то же самое. Там были споры. Все эти предыдущие месяцы и годы оппозиция никак не могла объединиться, не могли объединить протестные массы. И вот нынешний спикер сумел, призвав, отодвинуть все стороны разогласия, заявив, что сейчас главная цель – отстранить от власти нынешнего президента Мадуро. А дальше партии могут уже конкурировать с собой различными программами, биться за голоса избирателей, бороться за места в парламенте. Сейчас нашей главной задачей является смена режима на султана Назарбаева. Мы должны делать все, чтобы объединиться, не идти на поводу власти, не идти на поводу глупых людей, которые своими просто заявлениями и так далее просто дробят протестную массу. Цель одна – добиться смены режима на султана Назарбаева, отстранить от власти всех его близких, приближенных, взять власть, и мы тогда решим все проблемы, которые накопились в обществе за 30 лет нахождения у власти на султан Назарбаева. Поэтому, уважаемые друзья, надо сейчас активнее работать со штабом, предлагать свои программы, нам нужно разрабатывать новые акции протеста, нужно вовлекать новых сторонников, расширять количество ячеек. Я вам не могу назвать количество ячеек, которые сейчас существуют, но они пока не соответствуют тем задачам, которые мы поставили перед собой. У нас количество ячеек должно быть таким, чтобы организаторов акций протеста на месте в каждом городе было от 500 до 1000 человек. Ячейки нужно создавать из пяти человек. Из двух человек – это да, активисты, но как мы можем разбудить наш народ, сотни тысяч человек, если вы в состоянии всего привлечь одного человека в ячейку? Вы понимаете? Это мы и так долго будем наш народ будить. Нужно пять человек, потому что это пять человек – это уже серьезная единица. Это люди, которые за собой притащат каждый по пять, это уже будет 25. Понимаете? Поэтому, ну что такое два человека – ячейки? Ячейку из двух человек можете создавать, но со штабом контактируют руководители ячейки, сами ячейки, состав которых не менее пяти человек. Здесь мне все время говорят кто-то о свержении режима и так далее. Я все время говорю о смене режима, потому что никакого свержения не будет. Свержение – это когда буквально силой. Мы ничего не будем силой менять. Этот режим автоматически пойдет тогда, когда нас будет много. И не будет никакого свержения, а просто мы добьемся смены режима, потому что желающих изменений будет десятки и сотни тысяч. Еще раз, выходите на штаб, работайте активнее. Делайте все, чтобы объединить наш народ, а не разъединить. Не разъединить всякими разными бессмысленными лозунгами, оскорблениями, обидами. Делайте все, чтобы объединить наш народ. Делайте все, чтобы число наших сторонников становилось все больше и больше. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мне здесь задают вопрос по поводу КМВ, МВД. Типа, неужели там нет передовых людей, они не заинтересованы, чтобы наша страна изменилась. Есть там люди, много их, немало. Но они как передают, заявляют, говорят следующее. А это мировая практика. Когда на улице страны выйдет десятки тысяч людей, они сразу перейдут на сторону народа. Они также реагируют именно на народ. Народ – сила. А все эти ведомства и так далее, они подчиняются ШАЛу. Их руководители участвуют в его коррупционных преступлениях, и поэтому на их руководителя ориентироваться не надо. Какие бы они умные не были, руководители этих ведомств КНБ и МВД, они на стороне ШАЛа, они богатые люди, они участвуют в всех коррупционных схемах, они боятся ответственности, что завтра, когда произойдет смена власти, с них будет спрос, и они правильно боятся, спрос будет. Поэтому на них ориентироваться не надо. Очень простой способ добиться смены режима, добиться численности, массовой численности и активности наших сторонников. Здесь мне предлагают создать справочник. У нас как таковой справочник мы вам не сможем сделать, но как участвовать, пользоваться социальными сетями, чтобы минимизировать риски. Все основные вещи, они уже есть, везде все озвучены. Но тех инструкций, которые вы хотите, заменяли все вам, то есть, по сути дела, вам мозг заменяли, это, наверное, нереально и не нужно. Нам нужны думающие, активные люди, которые способны самостоятельно мыслить. Тех знаний, каких-то не хватает, мы стараемся их дать. Как пользоваться приложениями, как обходить все эти возможности, что вас прослушали, как быть аккуратными, что говорить, когда вас пригласить к себе следователям ВД и так далее, мы все эти инструкции даем. Но вы не ждите инструкции такие, которые будут вместо вас, как робот, через вас все это транслировать. Еще раз, все те, кто думает, что раз завтра в один день все изменится, не ждите чудес. Пока мы не увидим на улицах страны тысячи десятков тысяч, изменений не будет. Главный тормоз – это наш народ. Вот наш народ, когда мы разбудим, тогда будут все основные изменения. На сегодня я свой эфир завершаю. Слава Богу, до встречи в эфире. Вот Режиби спрашивает, почему там пустые разговоры, почему не действовать. Действовать нужно очень просто. Нужна агитация. Нам нужно выводить десятки тысяч людей. Мы уже сколько митингов проводили. Выходили там несколько сот человек. Как вы хотите действовать? Опять сказать, все побежали, что ли? И чтобы опять эти пару сотен человек попали под репрессии, остальные просто наблюдали за ними? Действие как раз в этом и заключается. Вовлекать наших больших сторонников. Агитация. Наращивать количество ячеек. Вот наши действия. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...